прием прием как слышно друзья всем привет сегодня у меня первый большой выпуск новостей из турции в двадцать третьем году сейчас конец января и ребята первый момент зимовка в турции сразу объединим объединим это с погодой там и я скажу плюсы и минусы по поводу зимовки да сразу все в одну кучу я думаю вы поймете по поводу зимовки зима показывает себя в этом году удивительно хорошо тфу 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 хотя еще как бы половина зимы марта он тоже зимним месяцем считается он прохладно еще ветра но эта зима уже показал себя аномально теплый также как и позапрошлая зима была очень теплая видите сейчас вот 25 января и записываю видео и на улице тепло я стою в одной футболке на пляже под солнышком под солнышком даже жарко но вот у меня немножко тени тут есть вот великолепно отличная погода я думаю больше двадцати даже точно не смотрел на больше 20 даже градусов сейчас так что можно даже загорать легкий ветерок дует с моря и удивительная зима себя показывает сейчас довольно таки солнечно мало дождливых дней помню только там четыре дня подряд были у нас дожди 45 в начале января и все как бы так что зимовать сейчас туз если вы хотите сейчас сюда приехать да неплохо но это плюс до погода это плюс зимовка давайте сразу к минусам цены не побоюсь этого слова сейчас ребята цена здесь московские как москве растут невероятно я хожу в одни и те же магазины покупают не те же продукты и реально вот каждый там две недели цена повышается и я в шоке я думаю не только я те кто здесь живут уже какое-то время тоже в шоке кафе естественно тоже выход есть если вы хотите сэкономить конечно покупать еду в магазинах готовить готовить на два дня на три дня там вот надо готовить дома конечно уже каждый день в кафешках особо не попитаешься но тем более моем случае когда мне межсезонье и работы практически нет но если кому интересно коснусь этой этого вопроса что да у меня сейчас межсезонье мало работа но потихонечку люди просыпаются и уже стали писать клиенты и немножечко у меня уже есть заказы и сразу коснемся вопроса внж ребята сейчас внж отказывают сейчас внж отказывают практически всем есть единичный случай кому на продление дают есть вообще там может процентов 5 тех кому первичный внж дают но это ребята очень очень сложный и маловероятный вопрос собственно я хотел уехать еще в конце ноября отсюда но решил сделать внж думал час ага получу внж и спокойно уеду фиг там я подавался на внж 4 января в мановгате решил не в алане думал шансов будет больше в мановгате и вот что уже три недели три недели практически и думаю спокойно еще прожду две-три недели сверху такое возможно вот и даже такой момент что мне в любом случае нужен этот сезон в любом случае мой третий сезон рабочий здесь в турции и даже если мне откажут мне конечно у меня не будет возможности выехать отсюда куда-либо там отдохнуть там россии съездить и я стала здесь нелегально работать да я останусь нелегально работать без внж даже вот до сентября октября потому что мне деваться некуда как бы я иду пойду ва-банк но все-таки надеюсь что внж дадут и как бы спокойно нормально здесь просуществует тем более у меня здесь уже там мотоцикл куча вещей все надо как-то распределить куда это все куда-то это все девать если уезжать мотоцикл сложно продать местные они не очень такие при деньгах торгуются если честно они мне уже подбешивают немножко но как немножко сильно этот менталитет когда ты узнаешь постепенно людей вот тяжело но с другой стороны я давно не было в россии и не знаю что там творится что с людьми эти грумые лица может быть мне будет там еще хуже но в любом случае давно уже лично для меня пора сменить обстановку и поездить и немножечко перезагрузить мозги так вот сейчас не самое лучшее время получать внж то есть если вы хотите приехать на зимовку спокойно приезжайте три месяца здесь вы можете находиться два месяца потом выехали куда-то на на кипр грузию и опять вернулись через один день никаких проблем нет три месяца живите здесь вот а дальше можете подаваться на внж либо уезжать то есть по сути у вас полгода если вы сейчас приезжаете у вас полгода практически там до осени есть время чтобы спокойно здесь жить подаваться на внж ждать то есть когда с момента когда вы подались на внж у вас есть время ожидания вы легально здесь находитесь легально здесь живете 14 мая 14 мая здесь эрдоган президент турции назначил выборы они вообще планировались в июне но видимо их пораньше захотел провести свои причины да вот и мы все экспаты ждем этих выборов потому что наверняка будут какие-то изменения вот а в том что не выдают внж конечно есть вина правительства и скорее всего из-за того что местные люди не могут здесь нормально там снимать жилье до дорогой чего ли я стала там инфляция тоже разогната это во многом все из-за приезжих из-за перенаселения до экспатами поэтому и они пытаются вот как-то регулировать может быть это просто показуха части потому что ну реально очень много людей приехал ну в общем посмотрим мы ждем выборов и ждем изменений после этого не знаю как все будет может быть еще жестче может быть все так останется может обратный ход дадут в общем не знаю в общем то все основные вопросы я вам рассказал один весомый плюс это погода сейчас цены довольно высокие готовьтесь цены кстати я постоянно сравниваю хочу уехать в азию сейчас на несколько месяцев но я сравниваю цену у меня не получается и цена сейчас здесь выше чем в азии выше чем в таиланде немного выше естественно выше чем во вьетнаме выше чем на шри-ланке к этому надо быть готовым найти жилье можно жилье есть но оно дорогое вот но небольшой лайфхак если вам не критично там допустим что там бассейн нужных крутая инфраструктура пожалуйста до мая можно снимать отели за 400 долларов 400 евро в месяц даже с завтраками отели там 3 даже 4 звезды за 450 долларов он 4 звезды можно снять завтраком и жить спокойно на первой линии на пляже клеопатры если вам нужны какие-то конкретные отели можете мне написать там пишите в комментариях я скину название этих отелей я сам жил вот в двух отелях эти полтора месяца последние сейчас я уже квартиру к другу перебрался пока вот в подвешенном состоянии живу и не снимаю жилье свое потому что там надо сразу на полгода минимум до снимать я не снимаю потому что не знаю что будет вот покажу вас другом и жду жду в общем то все пишите комментарии обязательно ставьте лайки подписывайтесь кто не подписан свои пожелания какие-то пишите что вы хотите узнать о турции что вам снять сейчас сниму небольшой short видео я здесь в районе оба примерно сниму вам покажу пляж как сейчас выглядит выглядит в обе потому что я часто снимаю пляж клеопатры вот но теперь я в этом районе и могу показать какая здесь обстановка зимой атмосфера кстати кто-то даже купается так что можно даже купаться вода ниже обычно ниже 18 градусов зимой не опускается ну и сейчас она точно я думаю 18-19 есть купаться комфортно все пишите пока итак ребята первый момент это блять